Добрый день! Здравствуйте! Сегодняшнее наше консультационное занятие посвящено подготовке по кандидатскому экзамену международное право. Сегодняшнее наше консультационное занятие посвящено сущности современного международного права. Какие особенности на сегодняшний момент существуют в ходе развития международного современного права? Что же у нас с вами представляет на сегодняшний момент современное международное право? Современное международное право – это совокупность международно-правовых принципов и международно-правовых норм. регулирующие международные, межвластные, межгосударственные отношения, которые складываются у нас в ходе развития и участия в данном процессе участников международного общения, это субъектов международного публичного права. Для подготовки кандидатского экзамена вы должны чётко представлять различия и особенности международного публичного права, понимать сущность современного международного права, в чём она у нас с вами прежде всего проявляется. Первое – это предмет, что составляет предмет международного публичного права современного. Предметом международного публичного права у нас выступает совокупность межвластных, межгосударственных отношений, возникающих между субъектами международного публичного права. которые в соответствии с этим наделяются определенными международными правами и соответствующими обязанностями. Существуют различные точки зрения по подходу, что представляет у нас с вами международное публичное право как отрасль права. Но здесь мы должны с вами отметить, что международное публичное право представляет собой особую правовую систему, которая прежде всего формируется исключительными собственными источниками международного права. Какие же источники на сегодняшний момент существуют и общепризнанные всеми субъектами-участниками международных отношений? Это прежде всего мы говорим с вами о норме образования. Вы должны внимательно подойти к этому вопросу, потому что норма образования международных правовых норм является исключительно важным моментом при подготовке вас к кандидатскому экзамену по специальности международное право. Так вот, что же является у нас источником международного публичного права на современном этапе его развития? Это прежде всего нормы международного публичного права формируются у нас с вами двояким путем. Первый общепринятый так называемый путь образования норма, образование норм международного публичного права – это договорной путь, то есть путем подписания соглашения возникают международно-правовые права и обязанности, то есть правила поведения для всех участников международного общения. Таким образом мы видим с вами, что международно-правовые нормы, как правило, у нас образуются договорным путем. Ну и второй общепринятый так называемый путь и образование норм в международном праве – мы относим это прежде всего так называемый обычно правовой способ. Что у нас вами представляет обычно правовой способ образования норм международного права? Это, конечно, обычные нормы, которые у нас складываются в ходе длительного применения этой нормы и имеют общий обязательный юридический характер для всех субъектов международно-правовых отношений. И здесь мы должны отметить, что одним из признаков обычной нормы международного права является то, что этот обычай, правовой обычай, у нас добровольно признается и исполняется всеми субъектами международного публичного права. Таким образом мы видим с вами, что международное публичное право представляет особую правовую систему, которая складывается из международно-правовых принципов и международно-правовых норм, которые возникают в ходе реализации различных международно-правовых обязанностей между субъектами международного публичного права. Говоря о международном публичном праве, вы здесь должны обязательно отметить его соотношение норм международного публичного права на современном этапе и с нормами внутри государственного права. Это очень важный момент. То есть вы должны различать, что нормы международного публичного права это прежде всего нормы особого порядка, особой правовой системы. Естественно, они отличаются от норм национального законодательства. Как же проявляется это соотношение норм международного права и норм внутри государственного права? Иногда в юридической литературе это используется норма внутри государственного права чаще всего как норма национального законодательства. Соотношение международного публичного права и внутри государственного права проявляется прежде всего в имплитации международно-правовых норм. Это у нас с вами имплитация международного права. Как она у нас с вами осуществляется? Осуществляется путем трансформации международных правовых норм в национальные законы и правила. Таким образом, мы видим, что для субъектов национального законодательства, для субъектов национального законодательства, то есть для юридических и физических лиц, нормы международного права, они, как правило, не являются юридически обязательными. Для юридически обязательной нормы международного права лишь для определенного круга, круга участников, субъектов международного публичного права. Поэтому на внутригосударственном уровне существует данный метод, о котором мы с вами говорили. Метод или способ его называют имплитации международного публичного права. Когда в национальном законодательстве у нас устанавливаются и определяются, а иногда и фиксируются, как в Конституции Российской Федерации, в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации записано, что международные правовые нормы, принятые и одобрены в установленном порядке, являются составной частью правовой системы Российской Федерации. И в случае, если у нас нормы законов Российской Федерации не соответствуют нормам международных правовых обязательств, которые у нас приняты в установленном порядке, имеют высшую юридическую силу. О чём идёт здесь речь? Речь идёт о примате международного права. Но в части, ещё раз здесь будьте внимательны, в части норм законодательства внутреннего права. И здесь, как для юристов, вам может быть очень важный момент. Вы должны обратить, что все эти международные правовые нормы, или так называемые обязательства, которые прописаны и установлены на сегодняшний момент в соглашениях и международных договорах Российской Федерации, они должны у нас с вами приняты в установленном порядке. Что это означает на сегодняшний момент с точки зрения нашего действующего российского законодательства? Это речь идёт прежде всего о том, что международные договора у нас имеют юридическую силу на территории Российской Федерации и, соответственно, для всех субъектов, граждан Российской Федерации, а также лиц без гражданства, находящихся у нас на территории Российской Федерации, иностранцев, бипатритов, в том случае, если они у нас ратифицированы, так называемый установленный юридический порядок. Ратификация международных договоров в соответствии с законом Российской Федерации о международных договорах у нас осуществляет Федеральное собрание Российской Федерации. Каким образом? В виде принятия федерального закона. То есть, ратификация международных договоров для Российской Федерации у нас осуществляется именно путём одобрения этого международного договора парламентом Российской Федерации, а именно Нижняя палата Федерального собрания Российской Федерации, Государственная дума Федерального собрания, принимает федеральный закон и утверждается Советом Федерации верхней нашей палаты Федерального собрания Российской Федерации. И затем, вы знаете, данный международный договор подписывается главой государства. На сегодняшний момент главой государства, вы знаете, у нас является президент Российской Федерации. Так вот, это речь идёт у нас с вами о особенностях международного публичного права, его отличие от иной так называемой правовой системы, это национального права, внутригосударственного права. Теперь мы с вами, наверное, остановимся более подробно о соотношении международного публичного права и часто очень, так называя, близкого и тесно связанного с международным публичным правом, это международное частное право. На сегодняшний момент существуют различные точки зрения на соотношение этих норм, норм публичного международного права и норм международного частного права. Существует точка зрения, что международное частное право является составной частью международного публичного права. С этой точки зрения здесь мы не согласимся, потому что всё-таки, как мы с вами выяснили, и на это вам нужно обратить особое внимание, предметом международного публичного права выступают прежде всего межвластные, межгосударственные отношения, которые складываются в определенной степени только между определенным кругом юридических участников международных отношений. Это, как правило, речь идет о субъектах международного публичного права, то есть межвластные, межгосударственные отношения у нас складываются и могут лишь иметь юридический характер только между определенными субъектами международного публичного права. Говоря о субъектах международного публичного права, здесь вы должны помнить и отличать и различать этот круг. Прежде всего, субъектами международного публичного права является у нас с вами государство. Что же у нас вообще представляют субъекты международного публичного права? Чаще всего в юридической литературе дается определение следующее. То есть субъект международного публичного права – это участник юридических отношений, складывающихся в сфере межвластных, межгосударственных отношений, в результате которого участники данных права отношений наделяются определенными правами и обязанностями. Так вот, какие же у нас участники международного общения и международных отношений выступают юридически обязательными субъектами международного публичного права. Это прежде всего государство. Затем у нас с субъектом международного публичного права относят нации и народы, борющиеся за свое самоопределение. Кстати, в этом субъекте международного публичного права в последнее время возникает много дискуссий, много так называемых вопросов, насколько это возможно, когда нация и народ в федеративном государстве может требовать так называемого отдельного статуса, международного признания как субъекта международных правовых отношений. В свое время этот субъект международного публичного права был именно достоянием советской юридической практики и, естественно, юристов-международников, которые провели и приняли соответствующую эту норму в Уставе Организации Объединенных Наций. Именно Советский Союз тогда был инициатором включения этого субъекта в качестве юридического обязательного и определения его в Уставе Организации Объединенных Наций. То есть речь идет о нациях и народах, борющихся за свое определение. Когда принимался Устав Организации Объединенных Наций именно в части этой нормы, речь, конечно, шла прежде всего о народах и нациях, борющихся за свое самоопределение и независимости от колониального гниота. Это страны Азии, Африки, особенно это развитие получил принцип в конце Второй мировой войны и в начале 50-х годов. Как правило, говоря о субъектах международного публичного права, речь идет о первичных субъектах. То есть таким образом мы должны с вами ответить, что так называемые первичные субъекты международного публичного права – это государство. И ко второму типу первичных субъектов международного права мы с вами относим народы и нации, борющиеся за свое самоопределение. В качестве первичных некоторые юристы-международники относят и международные организации. Но существует точка зрения, особенно принятое у нас в российской юридической науке, то, что к вторичным так называемым субъектам международного права мы относим международные организации. Что у нас с вами представляют международные организации как субъекты международного права? Прежде всего, говоря о правосубъектности международных организаций, здесь можно в качестве примера посмотреть и проанализировать деятельность организации объединенных наций. Она у нас была принята в соответствии с уставом организации объединенных наций, является международной организацией, выступающей за защиту человечества и защиту мира. Это глобальная международная организация. Именно на эту организацию после Второй мировой войны ставилась задача регулятора международных отношений. Отношений, которые складываются между различными государствами, между различными субъектами международного общения. Кроме того, к вторичным субъектам международного публичного права мы с вами относим государственно подобные образования. Государственно подобным образованием мы с вами относим прежде всего это вольный город Данцик. Сейчас он принадлежит Польской Народной Республике, тем не менее правовой статус государственно подобного образования и ограниченная международной правоспособностью обладал вольный город Данцик с 1920 года по 1939 год. Он находился у нас под мандатом, то есть этот статус, правовой статус государственно подобного образования был гарантирован Лигой Наций. Лигой Наций тоже в свое время у нас до образования Организации Объединенных Наций являлась глобальной международной организацией и основной задачей которой было прежде всего поддержание мира и безопасности на территориях государств, которые подписали и вступили в Лигу Наций. Ну и говоря о субъектах международного публичного права, здесь мы должны отметить государственно подобное образование, очень часто встречающееся, и об этом вы, конечно, знаете, это о Ватикане. Ватикан у нас является государственно подобным образованием. Действительно, на практике международных отношений и международного публичного права мы видим с вами, что Ватикан имеет практически во всех государствах и странах свои дипломатические представительства. И так они называются у нас, да, представители Ватикана, это Нуце, Нуце, так называемый посол Ватикана. Кроме того, мы должны здесь отметить, Ватикан, вы ведь знаете, что он находится на территории Италии, тем не менее, он общепризнан в качестве самостоятельного субъекта международного права. Говоря о вторичных субъектах международного права, о государственно подобных образованиях, здесь, наверное, будет интересно отметить о свободной территории Триест. Также это у нас находится на сегодняшний момент на территории Италии, где свободная территория Триест. Она была в ходе соглашения между Югославией, уже бывшей Югославией, да, и Италией, признана в качестве ограниченного субъекта международного права соглашения между Италией и Югославией в 1954 году. Так вот, таким образом мы должны с вами здесь отметить, что круг субъектов международного публичного права тем не менее ограничен и строго определен. Определен прежде всего нормами международного права и так называемыми договорами международного права и обычно правовыми нормами, которые складываются в результате длительной практики в ходе международного общения и являются общепризнанными для всех субъектов международного права. Так вот, говоря о международном публичном праве, вы всегда должны помнить о том, что международное публичное право носит характер координирующий. То есть в международном публичном праве самое важное является самостоятельное волеизъявление субъекта международного публичного права. Ни одно государство, ни один международный орган, международная организация не могут навязывать субъекта международного права, а в первую очередь государством волю, свою волю. Естественно, все международные правовые отношения, которые складываются в этой сфере, они имеют характер координирующий, так называемый, когда идет добровольное волеизъявление на реализацию определенных прав и обязанностей. Здесь, конечно, речь не должна идти, если субъект когда-то добровольно признал и подписал международные правовые принципы или международные правовые нормы, записанные и определенные в свою очередь в международном договоре, это уже меняет совершенно характер, и эти нормы, когда были приняты добровольно самим субъектом, являются общееобязательными. Общееобязательными для этого субъекта и общееобязательными для всех субъектов, которые подписались и приняли на себя международные правовые обязательства. Так вот, мы с вами подходим к вопросу о соотношении международного публичного права и международного частного права. Из всего вышесказанного вы должны сделать вывод, что, как правило, субъектами международного частного права у нас выступают юридические и физические лица, а предметом регулирования международного частного права у нас выступает хотя бы, в общем-то, и исходность, да, что, как правило, это отношения, которые складываются в международной правовой сфере. Но здесь вам нужно быть внимательными. В этом отношении международное публичное право регулирует и является предметом его. Это межвластные, межгосударственные отношения между субъектами международного права. А в международном частном праве предметом международного частного права выступают гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом. И обычно эти гражданско-правовые отношения складываются между юридическими и физическими лицами. Говоря о юридических и физических лицах, мы должны отметить, и об этом вы должны, конечно, знать, что на сегодняшний момент в американской юридической литературе и также часто в европейской, в современной российской юридической науке возникает вопрос и ставится вопрос о том, что юридические лица, такие как транснациональная корпорация, действительно могут обладать международно-правовой способностью и выступать субъектами международного публичного права. Но вместе с тем физические лица также у нас в некоторых теориях международного права и различных школах, направлениях, выступают в качестве субъекта международного публичного права. Здесь мы должны именно четко отметить и вам предложить несколько определенную точку на это положение. То есть вы должны четко усвоить, что на сегодняшний момент современная российско-юридическая школа международного права, она не признает физические и юридические лица в качестве субъектов международного публичного права. Это тоже важнейший момент при раскрытии особенностей и сущностей международного публичного права на современном этапе. Так вот, что же у нас с вами на сегодняшний момент представляет международное право? Международное право – это особая система юридических норм, регулирующих межвластные международные отношения методом установления взаимных прав и обязанностей, независимых субъектов этих отношений. Таким образом мы с вами рассмотрели понятельный аппарат сущности, особенности современного международного публичного права. Теперь мы, наверное, должны обязательно рассмотреть вопросы, касающиеся системы международного публичного права. Что же у нас с вами представляет система международного публичного права? Система международного публичного права у нас существует различные точки зрения и различные подходы к определению системы международного права. Вместе с тем мы должны сказать, что система международного права – это прежде всего совокупность международно-правовых норм и принципов, которые складываются в результате реализации международно-правовых обязанностей и прав субъектами международного права. И, как правило, система международного права у нас состоит из отрасли международного права. В качестве примера мы можем привести дипломатическое право. Это представляет однородную совокупность межвластных межгосударственных отношений, которые складываются в ходе представительства государств по внешних сношениях. В качестве примера можно назвать морское право. Это совокупность, опять же, тех же однородных правоотношений, международно-правовых отношений, которые складываются в сфере морской деятельности и освоения морского дна. И являются эти нормами также общеобязательными для всех субъектов международного публичного права. Затем, говоря о системе международного публичного права, мы должны отметить, что и так называемое второе звено – это институт. Состоит из институтов международного права. Что это представляет? Это представляет совокупность уже определенных международно-правовых норм и принципов, которые регулируют часть сферы международного права. В качестве примера мы можем, например, если мы взяли дипломатическое право как отрасль международного права, институтам в данном случае в международном дипломатическом праве, или просто говорят в дипломатическом праве, речь идет, например, о институте представительств, то есть институте посольств и консульских учреждений. Кроме того, и ниже стоящее звено, но оно является у нас с вами основополагающим звеном, важнейшим звеном в построении всей системы международного права – это международно-правовая норма. Что же она у нас с вами представляет? Международно-правовая норма. Международно-правовая норма – это общее обязательное правило поведения для всех субъектов межвластных, межгосударственных отношений, которые складываются в ходе реализации соответствующих международно-правовых обязанностей и прав. Что же говорить о соотношении или так называемой классификации? Я еще раз должна здесь вам сказать и подчеркнуть, на сегодняшний момент существуют различные точки зрения, как вы видите, и, естественно, предлагаемые нами классификации, они также имеют условный характер. Тем не менее, они являются классическими и общепринятыми в российской юридической науке и международной практике. Так вот, какая же классификация норм международного публичного права? Как правило, они у нас с вами бывают универсального характера. Что это означает универсально? То есть по сфере деятельности и по сфере распространения этих норм на субъекты международного права. Само слово универсально говорит о том, что они имеют юридическую силу для всех субъектов международного права. В качестве примера мы можем здесь назвать универсальные нормы. Это нормы Устава Организации Объединенных Наций, которая была принята, Устав был принят в 1945 году. В качестве нормы партикулярной, следующая такая классификация, значит, универсальные нормы, это нормы, которые действуют для всех субъектов международного публичного права, а партикулярные нормы, они ограничены в своей сфере действия, они прежде всего реализуются и действуют для определенного круга, например, региональные нормы, локальные нормы, нормы, которые приняты в странах содружества СНГ, содружества независимых государств, нормы Европейского Союза. Они у нас все являются нормами партикулярного характера. Ну и говоря о классификации норм международного публичного права, здесь мы должны также сказать о том, что эти нормы у нас бывают диспозитивные и императивные. К диспозитивным нормам мы относим с вами нормы прежде всего те правила поведения, которые могут быть изменены при определенных условиях, то есть есть многовариантность поведения для субъекта международного публичного права. Императивность, императивная норма международного публичного права – это прежде всего правила поведения, которые имеют общеобязательный юридический характер. И оно имеет так называемую императивность в характере, в реализации своей. Императивная норма, она не может быть самостоятельно отменена или проигнорирована субъектом международного права. Кроме того, императивную норму не может, она не может у нас измениться, иначе как с последующей императивной нормой. Что же она у нас с вами представляет, императивная норма? Это так называемая норма ЮСКОГЕНС. Она, все ее знаете, норма ЮСКОГЕНС является у нас императивной нормой. И, как правило, в качестве примера мы можем назвать, что нормы Устава Организации Объединенных Наций являются нормами ЮСКОГЕНС. Они имеют общеобязательный юридический характер для всех субъектов международного права и не могут быть изменены иначе, как по следующим принятиям императивной нормы, так называемой нормой ЮСКОГЕНС. Таким образом мы с вами видим норму образования в международном публичном праве происходит именно через заключение международных договоров и через формирование обычаев. Это важный момент, который мы должны с вами помнить. То есть именно существуют два пути образования норм в международном праве. Это заключение международных договоров и формирование обычаев. Кроме того, здесь мы с вами же определим, что, о чём мы с вами говорили в ходе нашего консультационного занятия, что система международного права – это объективно существующая целостность внутренне взаимосвязанных элементов. Таким образом, здесь мы с вами разобрали сложнейший вопрос, касающийся системы международного публичного права. Говоря о нормообразовании, мы с вами затронули вопрос источники международного публичного права. Что у нас выступают источниками? Источники международного публичного права, как определение его в юридической науке, это вы знаете. Это форма внешнего выражения норм международного права. Так вот, источниками международного права мы с вами здесь выделили два основных источника. Это международные договоры и обычные нормы, которые у нас определённые имеют характеристику. Обычные нормы – это речь идёт о правовых обычаях. Их нельзя путать с понятием обыкновения, обычных обыкновений. Иногда в юридической литературе они ещё у нас используются как узусы, международные обыкновения и узусы. Что это? Это нормы вежливости, они не имеют юридического характера. А обычные нормы или правовые нормы международного права, они вообще обязательны и имеют юридическую силу. Так вот, говоря об источниках международного публичного права, я здесь должна вам сказать, что существуют и иные источники общепризнанной международного публичного права. Об этом говорится у нас и чётко определено, как юрист, вы должны всегда аргументировать правовыми формально определёнными предписаниями. Так вот, это предписание или формальная определённость существует в статье 38 Международного статута Международного суда Организации Объединённых Наций. Согласно статье 38 Международный статут у нас иногда переводят как Международный устав или основополагающий документ Международного суда Организации Объединённых Наций. Так вот, согласно этой статье 38 К, кроме вышеназванных источников международного права, это международные договоры, обычные нормы, относят также международные резолюции решения международных организаций к источникам международного права. Ну и здесь мы можем отметить, что относятся также у нас с вами к источникам международного права, это доктрины, доктрины юридических школ или доктрины квалифицированных юристов и судебные решения. Также у нас с вами относятся к источникам международного права. Говоря о судебных решениях, речь, конечно, идёт о судебных решениях Международного суда Организации Объединённых Наций. Следующая наша с вами тематика в ходе нашего консультационного занятия речь пойдёт о следующем, так называемом, важнейшем элементе или норме международного права. Это международно-правовые принципы, как мы с вами уже здесь отмечали в нашем лекционном. Занятие, что международные правовые принципы являются у нас с вами нормами международного права. Что же они у нас с вами представляют? Принципы международного публичного права – это руководящие начало деятельности международного субъекта права. Кроме того, существуют различные определения, касающиеся принципов международного права. Иногда есть определения в юридической литературе, что международно-правовые принципы – это принципы, которые складываются в ходе реализации международно-правовых обязанностей и прав между субъектами права. И, как правило, имеют договорной характер. Тем не менее, несмотря на эти различия, мы должны отметить, что принципы – это прежде всего руководящие начало деятельности субъектов международного права. Какие же принципы у нас на сегодняшний момент являются юридически обязательными в международном публичном праве? Это у нас с вами принципы, которые зафиксированы и определены в качестве юридически обязательных в Уставе Организации Объединенных Наций. Таким образом, мы видим, что общепризнанных принципов, норм международного права договорных и обычных состоит у нас с вами международное право. Решение международных организаций, рекомендательных резолюций международных организаций и решение международных судебных органов, а также институтов международного права. Здесь же мы должны отметить о так называемой норме юскогенс. Я вам говорила, это важнейшая норма, императивная норма общего международного характера. То есть норма общего международного права, отклонение от которой недопустимо. И вот мы с вами переходим к нашему вопросу принцип международного права. Что это? Это норма международного права, имеющая обязательный характер для всех субъектов международного права. Какие же принципы у нас с вами на сегодняшний момент существуют? Это так называемый принцип суверенного равенства государств и принцип неприменения силы или угрозой силы. Что у нас с вами включает этот принцип суверенного равенства? Это важнейший принцип в международном праве и вообще важнейший принцип в международных отношениях, которые складываются между различными субъектами, как международного публичного права и просто участниками международного общения и международных отношений. Что он у нас с вами включает? Принцип суверенного равенства у нас включает то, что все государства или все субъекты международного публичного права, они юридически равны между собой. Например, то же государство Гватемала, она юридически равна и имеет тот же статус, например, если сравнивать Гватемалу с такой страной, как Соединенные Штаты Америки, претендующей на мировое господство на современном этапе развития международных отношений. Здесь мы говорим о том, что принцип суверенного равенства также включает прежде всего принцип целостности, независимости территории данного государства от притязаний других государств. Кроме того, принцип суверенного равенства у нас с вами предполагает прежде всего то, что данному субъекту, имеется в виду государство, принадлежит весь суверенитет. То есть он является самостоятельным сувереном и самостоятельным субъектом международного публичного права вне зависимости от экономического, социального, финансового положения государства или наличия источников, природных ресурсов в государстве. Тем не менее, каждое государство обладает полностью суверенным правом и является суверенным как во внешних отношениях, так и во внутреннем праве и во внутренней жизни государства. И, соответственно, ни одно другое государство не имеет права навязывать волю и диктовать условия для другого государства, для тех же маленьких государств, которые имеют, иногда их называют марионеточными государствами, но согласными международному праву и этому принципу. Кстати, эти принципы мы с вами уже говорили, что они у нас являются принципами юс-когенс, так называемыми императивными нормами, которые нельзя самовольно или добровольно отменить. Они могут быть лишь изменены соответствующей императивной нормой, так называемой нормой юс-когенс. Ну, а второй принцип, о котором мы с вами уже говорили, это принцип неоприменения силы. Что это означает? Это означает то, что запрещается на территории государства, любого государства, размещение вооруженных банд, поощрение и запрещение организации вооруженных банд на своей территории и на территории другого государства. И, естественно, запрещение применения силы, применение силы и участие в вооруженных конфликтах. Это также у нас является важнейшим принципом в международном праве. Естественно, важнейшим принципом при общении, международном общении, между участниками международных отношений. Так вот, следующий принцип неприменения силы и угрозы силы мы с вами рассмотрели. И следующий принцип международного права. Здесь мы должны говорить о принципе нерушимости государственных границ. Что у нас с вами представляет принцип нерушимости государственных границ? Принцип нерушимости государственных границ, он у нас с вами прежде всего определяет то, что территория любого государства является непрекосновенной. Следующий принцип, принцип территориальной целостности, он у нас с вами также является важнейшим принципом в международном публичном праве. Таким образом, мы видим, что принцип нерушимости государственных границ, он прежде всего предполагает признание существующих границ в качестве юридически установленной. Отказ от территориальных притязаний также включает этот принцип нерушимости государственных границ. И третий момент, отказ от посягательства на эти границы. Принцип целостности государственной, государственной целостности территории, он также у нас на сегодняшний момент является актуальным принципом. Вы знаете, сегодняшние конфликты, связанные с Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном на сегодняшний момент, как используется термин «законсервирован» данный конфликт. Тем не менее, он тоже является принципом так называемой государственной целостности, международным правовым принципом. Те же события, которые происходят и являются у нас источником споров. Это связанные конфликты на территории Грузии, да, притязания Абхазии на самостоятельность и в качестве выступ... И выступ многие так лидеры Абхазии, вы знаете, выступают за отделение от Грузии и признание его в качестве самостоятельного субъекта международного права. Те же события в Югославии, которые показали у нас с вами то, что многие государства на сегодняшний момент забывают о тех международных правовых принципах, которые определены и юридически обязательны для всех субъектов международного права и являются нормой императивной. Следующие наши принципы в международном праве – это принцип самоопределения народов, наций и следующий так называемый принцип – это принцип мирного разрешения международных споров. Что у нас с вами представляет принцип мирного разрешения международных споров? Это один из ведущих принципов международного публичного права. Именно в уставе Организации Объединенных Наций закреплен этот императивный принцип, то, что все международные правовые споры на любом этапе развития конфликта, эскалации конфликта, международного конфликта, должен разрешаться только средствами мирного происхождения, мирными средствами. Какие мирные средства у нас, в общем-то, существуют и имеют практическую актуальность и используются на сегодняшний момент в международном праве? Это, конечно, речь идет прежде всего один из важнейших средств, мирных средств разрешения международных споров, конфликтов – это переговоры. Вы знаете, что переговоры, они у нас являются важнейшими средствами, в результате которых, как правило, конфликтующие стороны приходят к определенному консенсусу или к определенному решению международного правового спора. Кроме того, это у нас также консультация относится к мирным средствам. К мирным средствам международных правовых разрешений мы относим также арбитраж. Чем у нас отличается арбитраж от третейского представителя? Тем, что арбитражи у нас бывают, как правило, двух видов. Арбитраж от хок, как часто используется, да, это арбитражи от хок, которые создаются для определенного случая, например, для разрешения определенного конфликта. И арбитражи постоянные, так называемые арбитражные суды. Они у нас создаются или арбитражные суда, здесь вы должны, естественно, помнить и различать. Лучше, конечно, использовать понятие арбитраж, потому что это представляет собой в международном публичном праве несколько иную категорию арбитражем, это представительство или создается определенная комиссия, постоянная комиссия, которая разрешает определенные международно-правовые споры. Но и о принципе самоопределения народов и наций здесь мы уже с вами в ходе нашей консультации говорили, что это в свое время было одним из достояний советской международной науки и практически международного права, которые инициаторами внесения и определения его в уставы Организации Объединенных Наций были советские международники и юристы. И речь прежде всего шла о народах и нациях, которые борются за свою колониальную независимость, борющиеся за свое самоопределение и независимость от колониального гнета. Но на сегодняшний момент вы видите, что данный принцип иногда используется совершенно не с точки зрения международного права, а с точки зрения сепаратизма, который не нужен и не используется правильно всеми субъектами международного общения. Об этом мы должны помнить с вами как юристы, готовящиеся к сдаче кандидатского экзамена по специальности международного права о том, что принцип самоопределения нации и борющихся народов, здесь может речь и признание правительств, признание государств в качестве самостоятельного субъекта международного права, в оставшей стороне также у нас может быть использовано. Но данный принцип, он, как правило, все эти принципы, о которых мы с вами сейчас говорим, очень подробно и которые составляют у нас основополагающую основу международного публичного права и являются основными источниками международного публичного права. И на практике они должны реализоваться в взаимосвязи, в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. То есть эти принципы, о которых мы с вами говорим, принцип нерушимости государственных границ, принцип самоопределения народов и наций, борющихся за свое определение, принцип государственной целостности, территориальной целостности, они все должны у нас с вами рассматриваться в тесной взаимосвязи и в тесной совокупности. Нельзя рассматривать и, так сказать, выборочно брать какой-то один принцип и его использовать и, так сказать, определять его, что определенные или иные субъекты международного права нарушают и не признают этот международный правовой принцип. Вот это на сегодняшний момент существует такая точка зрения не только в советской юридической науке, но и в сегодняшней российской юридической науке. Но, как мы видим, практика показывает международных отношений, что эти нормы, они рассматриваются в своей взаимосвязи, тесной взаимосвязи со всеми принципами международного права и иными участниками международных отношений. Я имею в виду как и страны Европейского союза, страны Латинской Америки, Азии и Америки. Здесь мы должны сказать, что данный подход единообразный подход. Вы знаете, что современное международное публичное право существует в его подходе понимания, толкования и применения различной трактовки, различной национальной школы. Тем не менее, на сегодняшний момент международная практика показывает эту тенденцию, тенденцию в взаимосвязанности этих принципов между собой. Ну и следующий принцип, о котором мы должны с вами сказать обязательно. Это принцип у нас, касающийся невмешательства во внутренние дела государства, как правило, речь идет у нас об этом принципе. Принцип невмешательства во внутренние дела. Следующий принцип, принцип всеобщего уважения прав человека и основных свобод. Это также у нас является важнейшим принципом международного права. Что у нас с вами включает принцип невмешательства во внутренние дела? Это речь идет, конечно, о том принципе, что ни одно государство не имеет, и ни одно правительство не имеет права вмешиваться во внутренние дела любого другого субъекта международного права. И в первую очередь речь идет о государствах, как субъектах международного права. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела. Об этом мы можем сказать, например, уже устоявшаяся обстановка в Чеченской республике. Вы знаете, что многие парламентарии Европейского совета и так называемые юристы-международники стран Запада обвиняли Россию в том, что они не используют этот принцип, этот принцип самоопределения народов и наций, борющихся за свое самоопределение. Вместе с тем российская сторона и юристы-международники и соответствующие политические силы, политические структуры правильно определяли действия российского государства именно в отношении тех террористических актов, которые были и террористической обстановке, ситуации, которая складывалась в Чеченской республике, именно как сепаратизм и ссылались на то, что существует принцип невмешательства во внутренние дела. Тем не менее, здесь мы должны отметить о принципе уважения, прав и свобод человека. Это также важнейший принцип, который, можно сказать, тесно переплетается у нас с вами с вышеназванным принципом, принципом невмешательства во внутренние дела. Это часто у нас используется, например, вы знаете, различные подходы и европейское сообщество в качестве парламентариев высказывали недовольство и требование о том, что и были прекращены в одно время экономическая эмбарго в отношении Китайской народной республики, когда говорили о том, что в Китае идут нарушения прав человека и свобод человека и гражданина. То есть здесь мы видим, насколько сложен международный правовой аспект в качестве принятия и использования принципов международного права. Насколько сложна эта категория, эта правовая система международного публичного права, которая прежде всего у нас с вами должна представлять единую систему, единый подход как в применении, так и толковании международных правовых норм. Так вот, следующий наш принцип, который мы с вами рассмотрим. Также очень важный принцип международного права – это принцип сотрудничества и принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств также у нас с вами выступает основополагающим принципом в международной практике, в международном общении между участниками международных отношений. Принцип сотрудничества – это важнейший и основополагающий принцип для мирного сосуществования различных государств, различных субъектов международного права. Именно на этом принципе, в общем-то, и трудятся, да, и существуют у нас на сегодняшний момент все субъекты международного права и реализуются так называемые международные права и обязанности участников международного общения и международных отношений. Вот таким образом мы с вами рассмотрели вопросы, касающиеся принципа международного публичного права. И последние так называемые принципы, они у нас являются современными такими принципами, которые не определены в уставе организации объединенных наций, и даже в учебниках, некоторых учебниках международного права, они у нас не определены. И вместе с тем мы должны отметить о этих принципах, так как мир меняется и меняется международное право, да, соответствующее. Так вот, это у нас принципы охраны окружающей среды и принцип ответственности государства. Вот эти у нас основные принципы, которые мы с вами очень подробно рассмотрели, и это связано с тем, что они имеют важнейшее значение в понимании применения международного публичного права, а вам необходимое для подготовки к кандидатскому экзамену по специальности международное право. Так вот, мы продолжим нашу с вами консультацию, касающуюся вашей подготовки к кандидатскому минимуму по специальности международное право. Мы с вами должны сейчас обратить внимание и рассмотреть вопросы, касающиеся важнейшей отрасли международного публичного права, это дипломатическое право, или, как правильно, это называют у нас право внешних сношений. Что же у нас с вами представляет право внешних сношений? Право внешних сношений – это совокупность международных прав и международных правовых принципов, складывающихся в ходе реализации представительских функций между субъектами международного публичного права. Кроме того, есть и иное определение права внешних сношений. Иногда дают у нас определение то, что право внешних сношений представляет собой совокупность международных правовых принципов, международных правовых норм, которые регулируют отношения, связанные межвластные, межгосударственные отношения в сфере представительства, в сфере внешних сношений отдельных субъектов международного публичного права. Тем не менее, как бы ни имели различия в своем определении, это право внешних сношений, проще всего можно представить как право дипломатическое и право консульское, консульское право. И относим мы с вами право органов внешних сношений. Это, как правило, это органы внутригосударственные, национальные органы, мы к их относим, к органам внешних сношений. Какие у нас органы относятся к органам национального права или внутригосударственного права, или к органам внешних сношений, имеющих значение на внутригосударственном уровне. Так вот, на внутригосударственном уровне, как правило, к органам внешних сношений относят. Это в зависимости от формы правления, от формы государственного территориального устройства государств. Речь идет прежде всего здесь о субъектах международного публичного права, это о государствах, естественно. Так вот, на внутреннегосударственном уровне, органами внешних сношений мы относим главы государств. В разных государствах, в зависимости от формы правления, мы можем выделить. Это Великобритания у нас, вы знаете, что она все-таки актроированная монархия, да? То есть монарх у нас формально существует и является главой государства. И он у нас также выступает на сегодняшний момент в качестве органа внешних сношений, подписывает, участвует в международных договорах, переговорах и является активным участником международных отношений. Если мы брать Россию, Российскую Федерацию, здесь мы должны отметить, что президент Российской Федерации является главой государства и, естественно, является гарантом Конституции. Он выступает у нас прежде всего, определяет как внешнюю, так и внутреннюю политику государства Российской Федерации. Именно президент подписывает у нас указы о назначении определенных лиц на занятие должности в представительствах за рубежом, назначении послов, консульских чинов и так далее. Затем следующий так называемый орган на внутренне государственном уровне, как вы знаете, это, как правило, правительство. Правительство, исполнительные органы и в лице исполнительных органов активную роль и ведущую роль в этом отношении у нас определена за Министерством иностранных дел. МИД Российской Федерации является основным координатором внешнеэкономических отношений в Российской Федерации. Именно через это министерство у нас проходят практически все отношения, связанные с внешней политикой и ее реализацией за рубежом. Ну и вкратце и парламент, естественно, парламент. Тем не менее, мы должны более подробно остановиться на так называемых зарубежных представительствах, это посольствах и консульствах. Что они у нас с вами представляют? Посольство у нас является постоянным представительством аккредитующего государства в стране пребывания. Посольство у нас, как правило, является представительствами аккредитующего государства в стране пребывания и имеет представительские функции. Консульские учреждения иногда у нас создаются или имеются в государствах в стране пребывания, иногда консульские функции могут и вправе выполнять у нас с вами дипломатические представительства или посольства. Следующий, так называемый, уровень представительства за рубежом органов внешних сношений, это у нас различные миссии. Дипломатические миссии, они могут иметь как постоянный характер, так и временный характер. Здесь мы должны отметить о том, что таким образом основными источниками в данном праве мы советуем вам обратить внимание и ознакомиться с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Именно на основе этой конвенции, Венской конвенции, которую вам нужно будет необходимо знать и уметь использовать, определены права, обязанности представительств государств за рубежом в стране пребывания. Также прописаны определенные дипломатические ранги, чины, которые имеют обязательную юридическую силу. Кроме того, Венская конвенция 1961 года и прописаны нормы, касающиеся дипломатических привилегий и иммунитетов. То есть в данном случае именно на основе этой Венской конвенции идет единообразное применение этих норм, как норм привилегий и иммунитетов дипломатических представителей за рубежом. То есть посольств, послов, их членов и членов их семьи, а также консульских учреждений. Так вот, таким образом, здесь мы должны с вами отметить, говоря о ведущей роли международных организаций, это главные органы Организации Объединенных Наций. Что она с вами представляет? Это Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет. То есть мы с вами перечисляем основные органы Международной Организации Объединенных Наций. Следующие у нас главные органы Организации Объединенных Наций. Если быть так называемым вкратце, я должна сказать, что главных органов Организации Объединенных Наций является семь их главных органов. Иногда в юридической литературе, как в российской, так и за рубежом, Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций не указывается в качестве органа, главного органа Организации Объединенных Наций. Но в данном случае, как вы видите, наряду с Советом по опеке, Международным судом Организаций Объединенных Наций, Секретариатом, мы с вами указали Генерального Секретаря ООН. Это так называемый Совет Безопасности. Это тоже важнейший момент. Вы знаете, что Совет Безопасности и его резолюция Совета Безопасности у нас носит общий обязательный юридический характер. Цель Безопасности состоит из 15 членов. Пять постоянных членов это Россия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Китай. Говоря о России, мы должны вам сказать, что раньше вы знаете, что Россия является правоприемницей СССР, Советского Союза. Поэтому на основе правоприемства Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Иногда в юридической литературе правоприемство называется континитуэтом. И 10 непостоянных избираемых в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Перечень постоянных членов зафиксирован в Уставе Организации Объединенных Наций. Таким образом мы с вами видим то, что Совет Безопасности именно принимает меры юридической ответственности, такие как репрессалии. Это принудительные меры политического и экономического порядка, применяемые одним государством в ответ на неправомерные действия другого государства. Таким образом мы видим с вами, что международное публичное право имеет сложнейший характер. И могут быть эти нормы международного права использованы и должны быть использованы для поддержания мира и безопасности. И основную функцию по поддержанию мира и безопасности у нас выполняет Организация Объединенных Наций, о которых мы с вами и ее главных органов рассказали и рассмотрели. Кроме того, говоря о дипломатическом праве, здесь вы должны отметить такое понятие, как агриман. Что у нас с вами представляет агриман? Это у нас запрос соответствующего государства на согласие страны пребывания назначить данное лицо в качестве постоянного представителя или посла в стране пребывания. Отказ в агримане у нас с вами не комментируется и в случае, если определенному лицу страной аккредитация отказана, комментариев по данному случаю не должно быть. То есть нет обязательства давать объяснение по поводу отказа в агримане. Говоря о консульском праве, здесь вы должны также отметить и обратить внимание по поводу консульской экзекватуры. Что это означает? Консульская экзекватура – это так называемое согласие на занятие должности в консульском округе определенного лица. Тоже без консульской экзекватуры лицо, даже если оно назначено парламентом соответствующего государства, но нету согласия страны аккредитации, оно не может быть назначено на данную должность. Таким образом, мы видим с вами, что современное международное публичное право, оно имеет координирующий характер, где все международно-правовые обязанности и права реализуются добровольно, добровольно с учетом, естественно, тех обязательств, которые имеются у субъектов международного публичного права. Репрессалия мы с вами отметили, что это принудительные меры политического и экономического порядка. Следующая так называемая реторсия – это тоже у нас вид юридической ответственности субъектов международного права, если они нарушают у нас с вами эти международные правовые обязательства. Что они у нас с вами представляют? Реторсии – это предусмотренные международным правом отметные меры одного государства с целью побудить другое государство не прибегать к дискриминационным мерам и возместить причиненный ущерб. Таким образом, мы видим с вами, что в международном праве существует юридическая ответственность, то есть за нарушение норм международного публичного права существует определенная ответственность. В различных учебниках они у нас с вами определяются по-разному. Вместе с тем, мы должны с вами отметить, что существует материальная ответственность и политико-юридическая ответственность государства. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. До свидания.